В зоне Нагорно-Карабаховского конфликта произошла ужасная трагедия, замолчать которую просто невозможно. На линии соприкосновения сторон в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана, после очередного, я уже не знаю какого по счету, нарушения режима прекращения огня, в результате арт-обстрела погибла двухлетняя девочка Захара Гулиева и ее бабушка, и еще одна родственница погибших получила тяжелые ранения. В связи с событиями, трагическими событиями в селе Алханлы, президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к мировой общественности на азербайджанском, русском, английском языках, на своей странице в фейсбук, решительно осудив преступления против мирного азербайджанского населения. Я пытался найти какую-то реакцию, ответную реакцию мировых лидеров, тщетно пытался, так и не нашел, потому что, наверное, они в эти дни были заняты подготовкой к встрече государства большой двадцатки в Гамбурге, о которой только и вот и вещает телевизор, и, наверное, они настраивались на обсуждение вот этой глобальной повестки, которая заявлена, как вы знаете, проблемы климата, протекционизма, устойчивого развития, то есть какие-то, наверное, важные, но вполне отвлеченные вопросы. И, конечно, на этом фоне гибель девочки, бабушки где-то на бескрайнем постсоветском пространстве вряд ли стала для них какой-то такой уже новостью. Ну, мало ли кого сегодня и где убивают в Сирии, на Украине и в других горячих точках. За всем не угонишься. И вот получается, что в зоне Нагорно-Карабахского конфликта решение конфликта так и не найдено. Ситуация снова-снова ходит по кругу, она опущена на самотек, снова гибнут люди и так происходит даже не год, а уже не одно десятилетие. В Баку заявляют о том, что минометный, гранатометный огонь по азербайджанскому селу вела армянская сторона и приводят статистику крайне неблагополучной ситуации в зоне замороженного конфликта. Но я просто не поверил своим глазам, когда увидел, что с января этого года противник нарушил режим прекращения огня около 18 тысяч раз. Это вот заявление азербайджанской стороны. Ну то есть, если перевести это на нормальный язык, если называть вещи своими именами, то это уже фактически даже, согласитесь, не замороженный конфликт, а самые настоящие боевые действия. Ну просто не столь интенсивные, как в ходе настоящей горячей войны, горячей фазы войны. Армянская сторона опять-таки реагирует вполне предсказуемо, своей вины в случившихся не признает, не отрицая самого факта обстрела. Ну отрицать его было бы глупо, потому что есть жертвы и разрушения. Армянская сторона настаивает, что стреляли якобы не по гражданскому населению, а по позициям вооруженных сил Армении. Причем стреляли в ответ на азербайджанские обстрелы. И это чуть ли не вина азербайджанской стороны, поскольку она будто бы и провоцирует армянскую сторону, и использует собственное мирное население, детей и стариков в качестве живого щита. Чтобы затем раскрутить вот подобную чудовищную историю в информационной пропагандистской войне против Армении. Ну вот такая логика, такие мы видим объяснения. Сложно это комментировать. Но при этом нужно, конечно, сказать, что, как это часто бывает, трагедия произошла, ужасная трагедия произошла, погиб ребенок, погибла бабушка, а виновных нет. Потому что взрослые, облаченные в военную форму, пропавшие порохом мужики, за которыми стоят политики, в костюмах с иголочки, которые произносят правильные слова, не могут найти в себе мужества и принять ответственность за гибель двух человек. Девушки и ее бабушки. Наверное, здесь вот такая ублюдочная логика, что на войне, как на войне, война все спишет и так далее. Между тем, учитывая, что вот это село находится в прифронтовой зоне и фактически разделено на две части, находящиеся по обе линии соприкосновения, такие трагедии ведь могли происходить и раньше. Я вообще удивляюсь, как вот раньше такое не произошло, потому что для подобных трагедий есть все условия. Во-первых, механизм предотвращения инцидентов, их независимого расследования по-прежнему отсутствует, хотя столько уже об этом говорили, мы с вами это обсуждали. Мониторинг миссии АБСЕ. Опять-таки, вещь звучащая красиво, но по большему счету это вещь декоративная, условная, никакого мониторинга реального мы не видим. Международные наблюдатели исправно рапортовывают, что вот они приехали, что там все вроде бы нормально. В это время продолжают звучать взрывы и выстрелы, гибнут люди. Сложно, конечно, об этом всем говорить. Я вспоминаю слова великого классика русской литературы Федора Михайловича Достоевского, который однажды сказал, что целый мир не стоит и одной слезы ребенка. Ну, это цитата из братьев Карамазовых. Наверное, никто со мной не будет спорить о том, что Федор Михайлович Достоевский признан во всем мире. Я надеюсь, что его еще не забыли в Армении и Азербайджане. И сегодня самое время вспомнить эту цитату. Продолжая мысль классика, можно сказать, что целый мир политиков и военных, играющих в свои взрослые игры вокруг Нагорного Карабаха и не думающих о последствиях, не стоит жизни одной маленькой девочки из села Алханлы. Это был Сергей Строконь, политический обозреватель, с комментарием на портале Москва Баку. До новых встреч, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok